Когда мы убирались в доме моего тестя и моей тёщи после их смерти, мы в одном шкафу нашли маленький ежедневник. Этот ежедневник раскрыл некоторые тайны жизни моего тестя. Это был ежедневник 1944 года. Мой тесть был военным пленным. В эти годы войны он делал разные интересные записи. Например, он записывал то, что он время от времени ел. Это было удивительным, но правдивым свидетельством того, что он находился в режиме выживания. Что было самым главным для него, так это было, прежде всего, найти, что поесть для того, чтобы выжиться. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о голоде. Сохраните свой голод по Богу. А вы знали, что сегодня один миллиард человек на земле голодает? Итак, мы действительно должны быть благодарны и всем сердцем говорить «Спасибо, Господь, Господь, сидя вокруг стола, перед нашими наполненными едой тарелками. Голод все еще убивает сегодня». 25 тысяч человек умирает от голода ежедневно. Слово Божие или Библия касается всех тем, и в ней также говорится о голоде, но о другом голоде, о сердечном голоде. Там записаны интересные слова. В книге пророка Амоса, восьмой главе, написано «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Будут голод и жажда по слышанию слов Господних. Видите ли, в каждом из нас есть духовная составляющая, которая также испытывает голод и жажду. Возможно, я об этом уже говорил на других передачах. Но я раньше жил религиозной жизнью. Я был достаточно верным своим убеждениям. Но было что-то во мне, что не было удовлетворено. Я не понимал, что происходит, но я не был удовлетворен. В какой-то степени я был голоден, потому что моя душа не наполнялась, несмотря на религиозность и исполнение ритуалов. Я еще не получал то, что наполняет сердце. И Бог сказал, «Я отправлю голод и жажду». Ваш дух и душа были сотворены, чтобы быть наполненными присутствием Божьим. Отсутствие Бога создает голод и жажду. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, Иисус обращается к толпе, и Он говорит Своим ученикам и толпе, «Истина! Истина, говорю вам! Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Разница в том, что голод по Богу наполняет и удовлетворяет. Когда мы получаем этот хлеб с небес, мы по-настоящему насыщены, потому что мы получаем жизнь с большой буквы. Ученики отвечают, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Именно об этом я хотел с вами поговорить сегодня. Молитесь так же, Господь, дай мне всегда такой хлеб. Пусть я не проживу эту жизнь с голодом в душе. Пусть я буду насыщен и буду иметь в себе этот хлеб жизни. Пусть у меня будет жизнь с избытком, во всех ее измерениях. Господь, дай нам всегда такой хлеб. Когда вы голодны, это показатель того, что вы здоровы. Отсутствие голода — это проблема. Тем не менее, есть люди, живущие на земле, которые не задают себе никаких вопросов касательно души, даже если душа голодает или дух жаждет чего-то. Им ничего не нужно. Возможно, Иисус говорит им, как Он когда-то сказал, «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит?» Прислушивайтесь к голоду вашей души, к жажде вашего сердца. Бога, есть для вас ответы относительно этой жажды и этого голода, которые Он вас пробуждает сегодня. Манна была дана израильскому народу, когда они находились в пустыне. Манна падала с небес. Она была бесплатной, но тем не менее, надо было двигаться, чтобы ее собирать. Это для нас ободрение. Манну, которая исходит от этого слова жизни, которое Бог нам оставляет, нужно искать. Знаю многих верующих, которые начинают день с того, чтобы прочитать несколько стихов в Библии или в мобильном телефоне. Тем не менее, их душа остается голодной. Нам нужно проводить время с Богом и как минимум получить его мир, получить то, что он насыщает. Его присутствие всегда насыщает. Сохраните ваш голод по Богу. Оставайтесь голодными и получайте этот хлеб жизни, который насыщает. Начинайте свой день, будучи наполненными его присутствием, будучи радостными от того, что он рядом с вами. Возможно, некоторые скажут, «Я не голоден». Но хочу задать вам вопрос, испытываете ли вы голод по чему-то другому? Мы часто не испытываем голод, потому что мы уже наполнены чем-то. Мы не можем испытывать голод по всему одновременно. А если мы не имеем голод по Богу, это чаще всего потому, что мы наполнены многим другим. Мы наполнены собой, своими развлечениями, делами, переживаниями. Мы наполнены тем, что переполняет нашу душу. Голод по Богу исчезает, потому что мы наполнены другими вещами. Голод по Богу проявляется тогда, когда вы ищете единственного, когда вы ищете того, что действительно драгоценно. Позволяйте голоду поистине, по Божьему присутствию, по нему, и только по нему, подниматься в вас. Оставьте все остальное. Найдите время и создайте пространство, чтобы этот голод мог выйти наружу, и чтобы вы могли на него ответить. Господь, дай нам всегда такой хлеб. В молитве «Отче наш» мы говорим, хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Еще раз говорю, что мы должны благодарить за наполненные тарелки. Но наша душа также нуждается в ежедневном хлебе. Наше сердце нуждается в этих вещах. Завершаю стихом из книги «Песня песней». Там описывается очень красивая история. Возлюбленная встает и ищет своего возлюбленного. Она ищет его везде, но не находит его. Она вновь отправляется искать его и говорит следующее. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпускала его. Нам больше никогда не нужно отпускать руку Иисуса. Нам нельзя отпускать Господа. Именно Он дает вам этот голод и также дает вам хлеб жизни, который насыщает. В Евангелии от Матфея 13 главе записана притча о сеятеле. Притча показывает, что есть три вещи, которые поглощают голод в наших сердцах. Это развлечение, переживание и также обольщение богатством. Перечитывая эту притчу, вы увидите, что эти вещи могут очень легко вторгаться в нашу жизнь. В западном мире делается большой акцент на времени и на восполнении нуж человека. Пусть обольщение не мешает вам. Одержите победу над всяким обольщением, непозволим, развлечением и возможностям, которые окружают нас, увезти нас. Не будем тратить время зря. Сохраним голод по Богу. Это мое желание и моя молитва для каждого из вас. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин